То есть есть разум. Давайте разбираться, какие функции у ума. Вот что такое ум? Так, это правильно. Аналитическое мышление, изучение чего-то, настроение, которое у нас есть, наши связи с людьми, наши эмоции, наш характер, наши особенности внутренние. Это всё внутри ума находится. Наше здоровье, наша судьба, судьба тоже внутри ума находится. Всё это внутри ума. Это остов, психический остов человека. Всё, что у нас есть внутри, это всё тонкое тело, психическое тело, или тело ума называется, или манас называется на санскрите. Это тоже ум переводится. Что такое разум? Разум – это как психическая настройка, которая помогает разобраться во всем и принимать решения. Ну, как бы, допустим, в компьютере есть такая инструкция по эксплуатации, допустим, там есть что делать. Вот такой человек, компьютер не работает как надо, он думает, что же делать? И в компьютере есть система как бы того, как разобраться. Это разум. Разум также имеет какие функции? Вдохновение. Вдохновение откуда идёт? Из источника счастья. Оказывается, разум ищет уму счастье. Зачем ему нужно счастье? Счастьем питаются все клетки организма, наша психика питается счастьем, наши ниточки связи с другими людьми питаются счастьем, наше настроение питается счастьем. Весь организм, все органы, сердце, печень, всё питается энергией счастья. Без счастья человек жить не может. Человеку нужно счастье. Счастья нет, всё разваливается. Спать не можешь, здоровья нет, отношения развалятся, всё развалится. Количество счастья у человека в психике, в сердце, вот из этого шарика, вот там внутри счастье формируется, из сердца. В сердце счастье. Вы говорите, у меня в сердце счастье. Ну то есть сердце счастье формируется, и когда судьба плохая, что она делает? Она гасит вот это естественное формирование счастья в сердце, и значит человек должен счастье откуда-то взять. И вот что такое разум? Разум это такая функция, которая помогает взять счастье. Где счастье человек берёт? Естественно на психическом плане. Допустим, у человека есть цель жизни. Что такое цель жизни? Это функция разума. Допустим, зачем она нужна? Для того, чтобы постоянно поступало счастье. Вот человек дом строит себе, у него счастье поступает. Перестал строить, не поступает счастье, он начинает беспокоиться. Ребёнок родился, счастье поступает. Вот она, счастье, собачку завела, счастье поступает. Когда ей плохо, она подходит к собачке, собачка смотрит на неё. Собачка же, она глупая, она не знает, что вас с работы выгнали. Она видит, что вас, и удивляет, просто радуется. Её никто с работы не выгонял, всё нормально. Ну и как-то легче же становится. Хоть кто-то нормально себя чувствует у нас в семье, правда? Вот так человек живёт, кого-то себе заводит. И это становится целью его жизни. Кто счастье даёт нам, тот и цель жизни, допустим. Соседка даёт счастье, значит, она цель жизни. Жена уже не цель жизни. Это называется любовница. Вы знаете об этом. Или, допустим, начальник завода даёт счастье, а потом не даёт. И ты разочаровалась в нём. Почему разочаровываемся в людях? Потому что разочаровываемся. Потому что очаровываемся. Вот представьте, допустим, я еду в трамвае с каким-то человеком, и я в нём сильно разочаровался. Что в нём разочаровывается? Он что есть, что нет. Я в нём могу разочароваться, если я в него сначала поверю. Понимаете? То есть, если ты во что-то поверил, тогда есть причина разочаровываться. Не очаровываешься, значит, не разочаровываешься. Вот. То есть, это всё функции разума. Очаровываться, разочаровываться, верить во что-то. Вдохновение. Что такое? Это когда ты идёшь к своей мечте. Это вдохновение. Вот. Идёшь не означаешь ногами. Понимаете? То есть, это означает действие разума. То есть, идёт человек к своей мечте. Вот. Ну вот функции разума. Давайте разберём. Мы выбираем путь. Идём к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже. Не дверь. То есть, мы выбираем путь. Это функция разума, выбора. Человек выбирает туда-сюда, что делать. Если разум слаб, человек не знает, что делать. Вот. Идём к своей мечте. Это означает целеустремлённость. Ну, то есть, цель. И надо не свернуть пути уже нигде. Называется решимость. Человек не сворачивает, он не делает всё равно. Это всё функции разума. Ну, то есть, решимость, целеустремлённость, вдохновение. Означает почувствовать счастье от цели. Вдохновение пришло. Знание. Ты точно знаешь, что это тебе поможет в жизни. Решимость. Означает, что у тебя есть опыт жизни. Ты знаешь, что если ты это будешь делать, то ты сможешь помочь тебе. Решимость поможет. Проницательность. Проницательность. Женская функция разума. Больше я перечислял мужские. Женские функции разума. Это ощущение чистоты, истины. Женщина чувствует истину. Проницательность. Ощущение, где правда, где ложь. У женщины больше разума. Решимость, способность достигать цели. Твёрдость духа. Мужские функции разума. Женские функции разума. Проницательность. Чувство истины. Совестливость. Желание, чтобы всё было правильно. То есть, женский разум хочет, чтобы всё было правильно. А мужской разум хочет, чтобы всё было так, как я понимаю, не как правильно. То есть, мужчина опирается на свой опыт во время принятия решений, а женщина опирается на опыт старших, на инструкции. И то, и другое хорошо.